Интернет-технологии на службе у ивановцев. Департамент развития информационного общества подвел итоги работы в 2016 году. Приоритетный проект развития сети многофункциональных центров. На сегодняшний день в регионе их 25. Создание развития сети МФЦ на территории Ивановской области способствовало сокращению очередей и повышению уровня удовлетворенности граждан работы органов власти. МФЦ позволило не только упростить процедуру предоставления услуг населению, синхронизировать работу различных ведомств, но и обеспечить комфорт посетителям, снизить временные и финансовые затраты граждан при получении услуг в различных сферах. Услуги по принципу одного окна доступны по информации департамента 99% ивановцев. Большое внимание уделяют теперь оказанию услуг предпринимателям. На базе областного многофункционального центра была выделена бизнес-зона, состоящая из пяти окон, где оказываются услуги только юридическим лицам и предпринимателям. В настоящий момент в рамках проекта МФЦ для бизнеса организовано предоставление более 50 услуг. В отчетном году услугами МФЦ для бизнеса воспользовались более 170 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В текущем году планируется расширение перечней услуг в данном направлении. Помочь в этом должна федеральная субсидия. Заявка Ивановской области осмотрена. Регион на создание центра деловой активности получил 16 миллионов рублей. Работа будет проводиться совместно с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области. Планируется объединить все имеющиеся инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства и представить их предпринимателям в режиме одной двери. Работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид продолжается. Сейчас их доступно 22. В текущем году запланирована работа по переводу в электронный вид таких услуг, как выдача и аннулирование охотничьих билетов Единого федерального образца на территории Ивановской области, организация и проведение государственной экспертизы, проектная документация государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и ряд других. Не только порядок на дорогах региона, но и наполняемость бюджета обеспечивают средства фото-видео фиксации нарушений ПДД. За отчетный год вынесено более 140 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения на общую сумму штрафов более 90 миллионов рублей. Сумма взысканных штрафов с учетом 50% скидки составила около 50 миллионов рублей. Еще одна некогда технологическая диковина – карта школьника прижилась и успешно работает. Теперь это и пропуск в учебное заведение, и проездной, и кошелек с деньгами на обед учащегося. И здесь тоже есть новшества. Теперь имеется возможность записать баланс по деньгам непосредственно на карту и зарезервировать любую сумму денег на карте исключительно для горячего питания. Еще одно направление работы – импортозамещение программных продуктов. Дело это пока движется медленно, но, заверил начальник департамента, неизбежно. Работа по внедрению быт жителей региона информационных технологий продолжится. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.